Решите уравнение. 2 в степени х равно 3х минус 1. Как обычно перед просмотром попробуйте решить это уравнение самостоятельно. Слева показательная функция, справа линейная функция. А это значит, что так просто, стандартным каким-то способом решить это уравнение у нас не получится. Попробуем все перенести влево. Тогда получаем 2 в степени х минус 3х плюс 1 и все это равно 0. Левую часть обозначим какой-то функцией f от x. Тогда нам нужно будет найти нули этой функции. То есть нам нужно будет решить уравнение f от x равно 0. Исследуем поведение функции f от x с помощью производной. То есть найдем ее производную f' от x равно. Производная суммы или разности равна сумме или разности производных. Производная от 2 в степени х равна 2 в степени х умножить на натуральный логарифм 2. Минус производная 3х это будет 3. Точек в которых производная не существует у нас нет. Поэтому попробуем найти стационарные точки. То есть те точки, в которых производная равна нулю. Приравниваем производную к нулю. Получаем 2 в степени х умножить на натуральный логарифм 2 в минус 3 равно нулю. Откуда 2 в степени х равно 3 разделить на натуральный логарифм 2? В правой части удобно избавиться от натурального логарифма. То есть попробуем перейти к основанию 2. Тогда 2 в степени х у нас в левой части мы перепишем. А в правой части у нас получится 3 умножить на логарифм по основанию 2 числа е. Откуда по определению логарифма х будет равен логарифму по основанию 2 от всей правой части? То есть в результате мы нашли стационарную точку и попробуем ее оценить. То есть попробуем посмотреть, где хотя бы примерно она находится. Начинаем с е. Число е. Это 2,718. То есть это будет больше 2, но меньше 3. А далее нам нужно будет перейти к логарифму по основанию 2 числа е. То есть нам нужно прологарифмировать сейчас вот это вот неравенство. Переходим к логарифму по основанию 2. Но тогда мы получим логарифм по основанию 2 числа 3. Это неудобно работать с логарифмами. Поэтому мы сделаем так. 3 меньше 4. И теперь вот для этих частей двойного неравенства мы перейдем к логарифму по основанию 2. Тогда логарифм по основанию 2 числа е будет больше, чем логарифм по основанию 2 числа 2. То есть получаем единицу. Но меньше, чем логарифм по основанию 2 числа 4. То есть получаем в результате 2. Теперь нам нужно перейти к 3 таким логарифмам. А это значит нам нужно все части двойного неравенства умножить на 3. В результате получаем 3 логарифма по основанию 2 числа е больше 3, но меньше 6. И теперь нам нужно найти логарифм по основанию 2 от того, что мы нашли. Но если мы сейчас будем логарифмировать по основанию 2, то число 3 и число 6 для логарифмирования по основанию 2 для нас не совсем удобно. Давайте перейдем к другим числам. То есть 3 больше 2, а 6 больше 8. И вот теперь мы будем логарифмировать по основанию 2 вот эти три части нового уже двойного неравенства. Тогда окончательно получаем логарифм по основанию 2 от трех логарифмов по основанию 2 числа е будет больше, чем логарифм по основанию 2 числа 2, а это единица. Но меньше, чем логарифм по основанию 2 числа 8, а это 3. Таким образом мы выяснили, что единственная стационарная точка находится где-то между точками 1 и 3. Вот давайте тоже возьмем, положим здесь где-то единица у нас, где-то здесь у нас число 3, а вот наша стационарная точка где-то между ними. Это логарифм по основанию 2 от трех логарифмов по основанию 2 числа е. Найдем знак производной слева и справа от этой точки. Знак f' от x. Например, найдем производную в нуле. Подставляем в ноль в нашу производную. Тогда в результате получаем 2 в нулевой степени это единица умножить на натуральный логарифм 2, перепишем, и минус 3. Учитывая, что логарифм натуральный 2, так как 2 меньше е, то натуральный логарифм 2 меньше единицы. А значит число меньше единицы до минус 3 будет числом отрицательным. Пишем, меньше нуля. Найдем теперь производную где-то справа от этой точки. Например, f' в точке 4. Получаем тогда 2 в четвертой степени умножить на натуральный логарифм 2 минус 3. 2 в четвертой степени можно расписать как 2 в кубе умножить на 2 умножить на натуральный логарифм 2 до минус 3. Теперь двойку это убираем в степень. То есть мы получаем число больше единицы. Да еще умножить на 8. Получаем число больше 8. и минус 3. То есть в результате мы получаем положительное число. Таким образом, значение производной в точке 4 будет больше нуля. А это значит, что наша стационарная точка оказалась точкой минимума. Слева производная отрицательна, значит функция убывает. Справа производная положительна, значит функция возрастает. Мы находим нули функции. Таким образом, если у нас значение в точке экстремума, в данном случае в точке минимума, будет меньше нуля, а слева и справа от точек экстремума у нас найдутся значения функции больше нуля, то тогда на этих промежутках монотонности нашей функции функция сможет принимать в каких-то точках значение равное нулю. Давайте найдем, например, значение функции между точками 1 и 3. Например, в точке 2. Это сделать удобнее, чем находить значение функции в точке экстремума. Тогда f в точке 2 равно... Подставляем число 2 вот в эту нашу функцию. Получаем 2 в квадрате минус 3 умножить на 2 плюс 1. То есть 4 минус 6 плюс 1. Это получается минус 1, то есть меньше нуля. Давайте найдем значение функции слева и справа от этой точки, от точки 2. Ну, например, возьмем какие-нибудь легкие точки. Например, давайте найдем значение функции в нуле. Подставляем. Получаем 2 в нулевой степени, это единица, минус... Ну, давайте запишем. 2 в нулевой минус 3 умножить на 0 плюс 1. Получаем в результате число 2. Найдем еще, например, значение функции в точке 4. Тогда 2 в четвертой степени минус 3 умножить на 4 и плюс 1. В результате получаем 5. То есть мы получили число больше нуля. То есть на промежутках монотонности функция меняет знак. А значит на этих промежутках она в каких-то точках будет принимать нулевые значения. Отсюда следует, что один корень у нас будет на промежутке от нуля до двух. А второй корень будет на промежутке от двух до четырех. И теперь находим методом подбора оба эти корня. Первый корень мы получаем х равное единице. Второй корень х равное трём. Учитывая, что других корней быть не может, пишем ответ. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео.